У детей появляется, так скажем, больший период времени, когда они предоставлены сами себе. Мы постоянно при проведении любых возможных мероприятий, каких-то встреч в школах, в садах, мы постоянно напоминаем родителям о том, что необходимо стараться ежедневно детям, особенно младших возрастов, напоминать о правилах поведения даже во дворе, не то, что где-то вблизи дороги, так как у нас все-таки, к сожалению, не редкость дороже-транспортные происшествия, связанные с наездом на детей на дворовых территориях, где они неожиданно выбегают с детской площадки, из подъезда. Пусть это связано, может быть, слава богу, с меньшим коэффициентом травмирования, с менее тяжкими травмами, но все-таки иногда это заканчивается и довольно какими-то серьезными последствиями, да, такое дороже-транспортное происшествие. Ребеночек может удариться не только коленкой там, да, и мягкими тканями бедра, а также и головой может удариться и от бордюра, и от асфальта. Соответственно, конечно, необходимо с детьми более младших возрастов, необходимо гулять взрослым. С детьми постарше, да, ну, необходимо напоминать им, инструктировать. Понятное дело, что когда они дорываются, выходят из-за компьютеров, из-за своих немножко, ну, очумевшие, да, так скажем, от социальной жизни на улице, немножко теряются дети, и в процессе гуляния начинают пренебрегать, да даже не то, что не пренебрегать, а не вспоминать о правилах безопасности. Ну, и, конечно, это приводит к небольшому росту. Мы все-таки, особенно в городской черте, сейчас стараемся организовать работу с подразделениями пропаганды безопасности дорожного движения во всех пришкольных лагерях, по крайней мере, здесь детей, присутствующих в городе, да, максимально по возможности охватить. Ну, и также, соответственно, дети в лагерях выздоровительных совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних, да, мы проводим также мероприятия, передаем им информацию в случае выявления, так скажем, особенно детей младших возрастов, да, безнадзорно осуществляющих прогулки по городу, вот, особенно с использованием, опять же, да, вот этих всех средств передвижения. Ну, в первую очередь, да, это правило перехода проезжей части, необходимости движения только по пешеходным переходам, да, особенно если они регулируемы, в том числе соблюдение сигналов светофора. Ну, и также недопустимости выхода на проезжую часть из-за стоящего транспорта, там, при выходе из общественного транспорта, да, поведения, что нельзя тут же выходить на дорогу, необходимо дождаться, когда освободится проезжая часть, да, только после этого, соответственно, продолжить движение по пешеходному переходу, вот. Конечно, никто не снимает вины ответственности с водительского состава, которые пренебрегают 14-м разделом правил дорожного движения, не только в отношении детей. У нас также и в целом с пешеходами тоже не ликвидирована проблема. Но, конечно, я всегда повторяю, что при определенной доле внимательности одного из участников ДТП всегда его можно было бы избежать. Соответственно, конечно, да, можно тысячу чертей послать вслед тому водителю, но своевременно, так скажем, проявив свою бдительность, не попасть под колеса этого нерадивого автолюбителя. И избежать, так скажем, не только каких-то неприятностей, но и в том числе и последствий для здоровья. В настоящее время, соответственно, пока до конца нормативно это все не урегулировано, приходят соответствующие разъяснения по порядку действия с данными, так скажем, средствами мобильности. Но в настоящее время приравниваются они в большей степени как пешеходы, да, маломощные все вот эти средства. Соответственно, они должны и передвигаться таким же образом, да, то есть переходить проезжую часть спешившись, с них двигаться по тротуарам. Ну, не выезжать на проезжую часть попадаются некоторые индивидуумы, но это все-таки больше взрослый контингент, когда он умудряется выехать на этом электросамокате в среднюю полосу для проезда перекрестка, для осуществления маневров поворота через проезжую часть. Да, соответственно, это, ну, нарядами дорожной патрульной службы с этими людьми работа проводится. Дети до 7 лет вообще не имеют права на велосипедах появляться вблизи дорог общего пользования, дети от 7 до 14 лет, соответственно, должны двигаться по тротуарам. Соответственно, велосипедисты старше 14 лет, да, двигаться велодорожки при их отсутствии, соответственно, ну, тротуар, либо обочина дороги при отсутствии тротуара. Конечно, это насыщенность транспортного потока, если раньше, ну, никто не святой, и мы в детстве, да, там, на дядькиных мопедах катались, да, ну, не было такого ажиотажа, такого транспортной нагрузки на дорогах, и гораздо меньше опасность, больше опасность была самому куда-нибудь влететь, чем попасть под колеса автомобиля. В настоящее время, конечно, сравнивать вот эти периоды времени, это просто, ну, невозможно, да, это разные, вот, разные эпохи, динозавры и космическая эра, да, как бы, да, ребенок может сесть на соответствующие категории скутер, да, там, мопед, мотоцикл только после получения водительского удостоверения. Ну, и в первую очередь хотелось бы, конечно, к родителям, да, к бабушкам, к дедушкам просьбу, да, так скажем, изъявить там пожелание, да, все-таки не забывать, что в первую очередь для наших детей являемся примером мы сами, вот, и от того, как ведем себя мы на дороге, так же и ведут себя и дети, по этому учатся. Да, если мы везем ребенка непристегнутого, да, то впоследствии ребенок привыкнет к тому, что его не пристегивали, вырастет, да, и, соответственно, вряд ли будет пристегивать своих детей. И даже анализ травмирования детей, вот, перевозимых в детских удерживающих устройствах, да, специальных, показывает, что максимум это синяками от ремней они отделываются. Когда ребенок находится в машине, будучи непристегнутым, да, в результате дорожно-транспортных происшествий, даже мелких, что вообще могло не предвещать от себя никаких страданий, ребенок получает травмы довольно-таки серьезные, переломы, вывихи, сотрясение головного мозга, да, там, не дай бог еще какие-то травмы шейных отделов, позвоночника, грудных и тому подобное. Вот, конечно, это полученная травма даже в детстве, пускай она на детях заживает и гораздо быстрее, она очень серьезные последствия может понести в будущем для ребенка. Поэтому в первую очередь не забывайте о том, что все-таки мы пример для наших детей, да, переходите дорогу там, где положено, особенно если вы идете с детьми, да, никогда не надо пытаться перебежать с ребенком, вот, через дорогу в неустановленном месте, пытаясь тащить его за руку, да, во-первых, к сожалению, были такие факты, когда ребенок и не успевал, терял, терялось, так скажем, сцепление между руками, да, и ребенок оставался на проезжей части один и попадал под машину.